Друзья, продолжаем просмотр матчей азиатского минора. Первый игровой день. В общем-то, DDN, желтав, по-прежнему, у микрофонов здесь. На Стреладер 10 параллельно работают наши коллеги, студии аналитики. И там ребята рассматривают матчи группы АМ. Мы так параллельно иногда их зачитываем. Но у нас вот последние два часа настолько жарко стало, как пришли Тайлу, что… У нас тут именно азиатские команды играют. То есть там Грейхаунд играют, то здесь, конечно, поинтереснее. В плане того, что внезапно у нас происходит в матчах. И как бы Тайлу пока, друзья, без шансов. Похоже, что могут отлететь в этой встрече. Ну и, друзья, вот она, конечно, статистика по поводу следующей карты. Точнее, по поводу предыдущей. Да, у нас тут 70 по 70 было. Но статистику мы видим пока еще предыдущую здесь. Это все по поводу Оллера. Ну, без сегодняшнего матча, да, получается? Да, без обновлений. А вот дальше тут поинтереснее. А, ну вот, FFA-микс. Да. С обновлениями совсем. Вот это уже поинтереснее. Ну, 53-8, знаешь, как вот у Альфы и у Тайлу 61. Но до этого матча у Тайлу там было тоже что-то 58%. То есть, понимаешь, что команды играют много. Статистика, может быть, она и есть. Может быть, она где-то и… Ну, 16 пистолетка, мы помним. 16 пистолетка, это нормально. Ну, все-таки видно, что Альфа-Ред вышли вот в своей топовой форме сейчас на этот минор. Возможно, они так никогда вообще хорошо до этого и не играли. А может, это и не топовая еще? Нет, да. Может быть, здесь еще предела нет. Я имею в виду топовая на данный момент. И до этого, может быть, и не было лучше. Ну, а Тайлу с другой стороны, они даже вот не половина Тайлу тех, что были в 2016 вместе с Капитаном. Вот, нечего вспоминать даже, друзья, чтобы пошла пистолетка. В общем-то, Тайлу атакуют, Альфа-Ред в защите играют. Ну, давайте посмотрим, что сейчас покажут нам эти команды. Шансы есть. Сейчас своя карта, ты начинаешь в атаке выиграть Мираж, потом Трейн, ты начинаешь в защите. Шансы по-прежнему есть у Тайлу. Но давайте посмотрим, какую игру нам покажут Альфа-Ред. Здесь упор был на точку Б в пистолетке и вновь, видимо, будет у Альфа-Ред проблема. Потому что уже потеряли игрока и уже зашла бомба команды Тайлу на плент. Ну, вот уже неприятности такие. Серьезную команду, конечно, подходит Фокс, потягивается команда. Ну, и выход через КТ плюс. Ого, не получает тут как-то с Джангла сыграть. Втроем остаются. Конечно, теперь все еще сложнее. Разве что через Смачок как-то получится сыграть сейчас. Не там, не там бомба. Бомба не там была. Промахнулся. Не угадал. К сожалению, стреляет Севен неплохо, но вот бомбу в Смаках так и не нашел. Такой на морозе Смачок дает, поехали, диффузить ее, все, ты не пройдешь. Ну, чуть-чуть не дощу, Вова, она была чуть-чуть левее. Там буквально пиксель, четыре фрага делает сам Баде в пистолетном раунде. Вот, пожалуйста. Какая-то самая простая пистолетка была только что для Тайлу. Ну, были-были у нас такие сегодня. Ну, посмотрим, чем ответит Альфа-Ред. На предыдущей карте они после проигранной пистолетки выиграли форс-раунд, причем без каких-либо девайсов, ну, с пистолетами. Ну, а тут уже карта, как бы, где Тайлу действительно должны показывать, на что они способны и что они умеют. Вот честно, даже если Тайлу выиграют там 9-6 за атаку, это ни о чем нам не скажет. Это будет там обычный счет на карте Мираж. 15-0. Другой разговор. Все, ждем 15-0 тогда. Ну, и уже играли раз, опять же, сегодня эту карту Тайлу. Должны были исправить свои ошибки, где-то подразогреться в конце-то консоль. Ну, конечно, конечно. Первый раз играли, ну, как бы там камбэкнули, все нормально. В общем-то ситуация неплоха была до этого момента, но тут команда посложнее оказалась. Так, перетяжку какую-то мощнейшую затеял Би-НТ с парнями через А ковры, яму. Ну, будет сейчас разыгран раунд, и вновь та же ситуация, что и в пистолетке. Ну, гранатки есть. Три на Б, два на А. Ну, и скаут, скаут. Далековато, конечно, сейчас находится. Уже можно было и перетянуться. Ну, так вот, вслепую сейчас защищается команда Альфа-Ред. Пошел поджим с Б-Плента, пошла информация. Ну, вот вопрос, зайдут ли энтрекилы какие-нибудь с Диглов и смогут ли парни перевернуть сейчас? Ну, Диглов ничего не видит еще сейчас, проблема в этом. К НТЗ, раз уж что получится здесь как-то у нас следующий поймать. Хотя Ливия тоже не... Оу, да ладно, почти. Свой добил причем. Да, нормально сыграли. Такой Фриман, я ловлю тебя, я ловлю тебя, БНТ. Давай, прыгай. Не отдаем тебе. Вот и бомба отлетела, вот уже и 5 в 3 ситуации, 30 секунд на таймере. Теперь аккуратно просто не подставляться, контролить бомбу. О, это очень открытая позиция у Севена. Коннектор подставляется, отлично работает сам Бадди. Зашла бомба, 3 в 3, ну и вот. Ну, тут Саймер контролирует уже всех остальных. Атака. Ну, все. Атака здесь, по идее, переломила. Ну, не было гранаты, и зачем все в 3 в КТ пошли, непонятно. Атакер забирает еще одного, и Ливия остается последний. Пытается как-то тут с СГшки попасть, но, увы, вновь ничего не получается. Хотя был шанс, когда Тайлу добили своего. Вот казалось, что все может пойти по плану. Как раз команда, которая играет за оборону. Без креатива, без креатива. Вот ребята с коннектора должны были перестроить свое вакно, там, занять коннектор, там, 2-3 игрока бы находились там, бы спокойно приняли бы этого залетающего на бомбу парня. Вот просто ничего не делали, сами с КТ не смотрели, там, просто прыгали, чекали, бездействовали стволы. В общем-то, один вот игрок между джанглом и коннектором, там, конечно, его легко забрали. Они дали полностью волю команде Тайлу. Вот они сделали то, что хотели. Они спокойно вышли, так, вот это неплохой раунд. Может быть сейчас от команды защиты, альфа. Пока хороший темп. Здесь, ну, рассыпаются. Не приняли выход. Хороший четкий темп от Тайлу. Ну что же, ждем первое оружейное раунд, а там уже, в принципе, будет кое-что понятно. Ну, в принципе, 0-5 это тоже не проблема для альфа-рэд. Будет все-таки, там еще будет несколько хороших оружейных раундов. Главное, что это нереально. Вот 15-0 и потом 16-0. Ну, потому что пока Тайлу забирают свою карту. Да, они чуть там поошибались, но смотри, пока команда выглядит неуверенно. Рано, рано хоронишь ты. Нет, я не хороню. Я исхожу из того, что сейчас есть. Ну, знаешь, там пистолетская. Не угадали сплентом, немножечко не постреляли. Дальше, опять же, два этих экономических. Ну, так вот. Еще один быстрый раунд от команды нет. Ну что же, смотрим. Оливия с ВП, номер 6. Он уже в окне находится, уже высматривает смачки. Прочекал, никто ли не занимает апельсинки. Скоро уже начнет переключаться на подвал. Ну, а у нас у Тайлу все та же ситуация. Что-то пошумели в центре, перетянулись обратно к Респу. А вот теперь нет. Нет, это отмена просто была. Вылет. Вот посмотрим. Значит, тогда на более полноценный раунд действительно что-то парни не доиграли в какой-то момент. Ну, окей. Пару секунд, игрок вернется. Посмотрим на такой вариант. Ну, это как бы традиция уже. Это часть нас. Мы без этого пока не можем. Так, ну что же, друзья, что случилось у кого на этот раз? Вылет это уже серьезно. Знаешь, обычно… Ну да, там у BNT-то было какая-то проблема с наушниками, так понимаю, до этого. Да, да, обычно проблемы с наушниками возникали. Тут вот с вылетом, конечно, это немножечко неприятно. Может, там ногами зацепил как-то компухтор. Самый спокойный тренер. Самая спокойная команда в принципе. Вообще вот у Альфа-Ра такой спокойный там сидит, себе качается на стульке. Как будто не бразильцы. Совершенно другая ситуация здесь. Все нормально. Он вообще там закручивается вообще ему по фану. Ты говоришь, что-то мы 14 выигрываем, давайте возьмем паузу, обсудим. Обсудили, выиграли, все. Так, ну, теперь, опять же, будет все намного серьезнее. Я говорил, что и карта Тайлу сейчас, и сторона у них хорошая, и следующие они начнут. Вот Рейн за защиту, я считаю, что это в принципе удобно. И все еще здесь, опять же, вполне легко переворачивается. Но Альфа-Ред показывали хорошую, очень качественную игру. И на первом матче Best of One, и здесь на первой карте на своем оверпассе. Поэтому, я думаю, эти три раунда не нажмина смущает, что так все легко было. Всего лишь три фрага там у двух игроков, у Альфа-Ред за три раунда. Сейчас они пойдут. Опять же, давайте посмотрим, что приготовили парни. Так, центр пока готов, вроде бы. Уже по-другому играется раунд. Уже Оливия через шорт играет в СВП, видимо, от респов. Но яма также поджимается. В принципе, идея та же. Поджать яму и остановить весь этот выход на аплент. У Тайлу, опять же, все по дефолту. Подвал, заняли центр. Сейчас пройдет игрок через подвал. Не спеша, не спеша разыгрывают. Здесь вот пошла первая гранатка. Оливия дает позицию, ходит обратно под Б. Ну и теперь трое Б. Как-то возле ямы играют двойка. Альфы. Что-то мне вот уже эти перестановки движения по карте Альфа-Ретт не нравится. Отдают, прям весь центр отдают сейчас. Они все отдали, там, сделали какую-то рокировку. Вот сейчас, возможно, даже Факса услышали. Нет, Факса не услышали в окне, но... Ну, он уже ничего здесь особо не увидит. Он очень поздно подходит здесь. Ну, вот пять игроков выходит на двух. Вот таких ситуаций у вас вообще не должно желательно появляться никак, но... Ладно, там игрок в ниндзи, может быть, спрячется второй в яме, может быть, тоже как-то сыграет аккуратно. Там Севана просадили, кстати. Ну, все, Кентези сейчас будет проблема. Знает, что он в пленте, правда... Саммер падает. Да, хорошо, Севан остановил яму. Фокс пришел, сейчас вот главное... Кентези, хорош, первого забрал, второго. Спрей не получается, 20-го остается. Неплохо. Есть все-таки размин, тут выходит еще и Севан на хелпу. Ну, а Севан уже ждет, ждет соперника. Бентед падает, стоит один Фриман, его забирают в пленте, все. Ну, вот молодцы, альфа сыграли, сейчас очень четко. Да, пропустили центр, но дальнейший розыгрыш, он прям был какой-то превосходный, молодцы. Замечательно получилось, в итоге все. Да, там успели раскидать гранаты, и яма сработала, и игрок плентетом, и успел молик дать на ковры, еще и фраги сделал. Ну, в общем-то, хелпа сработала, потеряли только одну пушку. И то могли не терять, там уже рядом подходил, очень быстро подходил Севан на хелпу, Кентези, там просто вот до конца стоял, стрелял, нашивал. А, ну здесь просто хорошая позиция у Севана, мы видим, что вообще не был готов игрок, еще одного зацепил, ну и дальше мы видели всю ситуацию. Ну что же, друзья, давайте немного посмотрим на статистику, вновь некие проблемы испытывает Биэнтед, 1-0-3, вот что-то не идет у него вообще на мираже. Местами, ну, правда, сегодня опять же выровнялся. Побыстрее включаться ему в игру нужно. Если как в прошлой катке будет, то тут можно затянуть до момента, когда команда уже будет неспособна камбэкнуть, но пока все неплохо тут у нас счет 3-1, пока рановато об этом говорить. Ну что же, Оливей совершил пробежку, увидел этот выход в центр, ну и в итоге принимает решение вернуться на Аплент. Сэвен займет его позицию, будет смотреть коннектор окно, есть уже агрессия в шорте, ну и потихонечку вот вновь тот же дефолтный раунд, 1-3-1, один подвал, один ковры и трое в центре, играет ребята из Тайлу. Но вопрос, что будет дальше? В принципе, от этого дефолта можно на разные бунты отталкиваться, там игрок в подвале возвращается, там в ковры, центр перестраивается под шорт, номер 3, или лиркерит, или возвращается тоже, но опять же, это не быстрый раунд. Ну, вновь понемногу пытаются находить своих оппонентов Тайлу, так, атакер тут. Сейчас подвал проходит, и с Сэвеном будет контакт. Можно тут играться, внезапно по таймингу выйдет, вот так как сейчас, да, но пока Луга выйдет, живет. Ну, недавно, сам Бадди сейчас уже падает, ну, что происходит? Тайлу теряет двух игроков, вот просто открылись в центре, вот прострелы попали с двух сторон, и... Уже ситуация еще где-то, Фримена теряют, но это ужас. Кто там сидит, вообще ужас, ой-ой-ой-ой-ой, Кентези тоже умирает, Биэнтед разрывает точку А, как же он тащит сейчас? Ну, вот и камбэчит в своей игре здесь Биэнтед. Посмотрели ковры. Ну, нужно ставить плэн, все, замечательно, есть молик, хорошая ситуация, главное успеть теперь поставить. Заходит в плэн, хорошо, Биэнтед прикрывает КТ, ну, класс, все, классно у Тайлу сейчас. Ну, вот он ключевой момент, флешка для Биэнтеда, и он дает минус. Замечательно, разыграли здесь Тайлу. Главное теперь против одного, не зафейлить. Ну, это сложно. Ну, тут без шансов. Смотри, он просто включился в игру и пошел раздавать. Вот так вот, вот так вот только команда Тайлу может выиграть эти встречи, друзья. Ну, что же, вот уже первые такие неожиданные раунды для ребят из Таиланда. Да, Аплэнт просто провалил сейчас всю ситуацию. Оба, оба. Абик вообще кошмар. Ну, куда ты там сидишь? Что ты там смотришь? Ну, видимо, он рассчитывал на парня, который возле ступенек, да, находится, ну, возле лестницы. Ну, надо было как-то взаимодействовать. Ну, да, там нужно было как-то пообщаться, наверное. Посмотреть на его монитор на всякий случай там, да. И, ну, ужасно, ужасно. Из-за просто неудачной позиции снайпера отдается раунд. Это кошмар, конечно. Ну, и в итоге Бентет красавчик. Ему аплодисменты, но ему это позволили сделать, потому что он не просто так вышел, он еще там смог вышел, поэтому там шумел и все равно его никто не принял в итоге. Да, все. Все внимание на себя он принял и разыграл шикарно. И вновь очередная попытка от Тайлу понемногу так расшатать оборону, но вот Фриман уже проверяет как раз коннектор. Там уже проверяет парень телевизор КНТЗ, нет, Севен с МПшкой. Сейчас там встреча, кстати, будет с Саммером, и Саммер топчет, и Саммер умирает сейчас. Идин готов? А нет. Готов, ты посмотри! Да, малый ХП, но он все-таки выделок и на ХП остался. Казалось, все, нет шансов. Но все равно, как бы, килл есть, килл, все. Да, ну, парни, теперь уже понятно, что по точку А желательно как-то перестроиться. Вряд ли Тайлу пойдут на Б на ту точку, откуда был поджим, хотя, возможно, это и норма. Ну, такое тоже может быть, да. Да. Все, дело за малым. Вы в большинстве, гранатки есть, есть смачки, можно выходить дальше. Ну, вот начинается выход на А, но на что они рассчитывают? То, что Кентези с Фамасом здесь сейчас просто всех раскидает. Ну, вот, смотри, потягиваются к нему, подошел еще Оливия с Аугом. Будет Бинтета смотреть. Тут, как всегда, через смаки там будет работать. Так, кстати, Фокс там слышит сам Бадди. И вот Оливия, главное сейчас не пропустить. Просто убежали в респаун. И что? Находит, наконец-то. Хорошо. На бомбе наказал, а вот проверит ли лифт себе. Ну, так план стоит, тут все равно что-то делать. Ты так не выиграешь ничего. Ну, есть куча гранат. Яму можно закидать смоками, флешками, там, моликами и задушить. Да, он понимает, что он здесь. Флеш не сработало. Ужас. Вторая работает. Отошел Фриман. Ну и падает у нас еще один игрок. Это пятый раунд для Тайлу. Пока все хорошо. Атака идет. Нужные раунды забираются. Деньги ну, пока еще не столь хороши. Работает и атакер еще падает. Вот это плохо. Сейчас вот так вот по одному потерять игроков. небольшой минус к экономике будет в Самбаде. Ну вот, хотя бы отомстил за тиммейтом. Замечательно. Ну и вот тут теперь уже можешь задуматься, да, как действовать нужно в этой ситуации парням из Таиланда. Пока все задумки, все идеи, они не очень хорошо работают. Пока нужно что-то вот предпринять с тем, как отвечают на любой момент Таилу. Ну и коэффициент, друзья, 2.62 на Альфа-Ред и 1.44 на Таилу. Ну, пока вот как на второй карте это нормальный коэффициент, учитывая, как не идет пока что защита у ребят из Альфа. Ну, в принципе, они вот где-то так же по дефолтику сейчас на том же уровне, где и Таилу играют. Но просто Таилу опять же ключевой раунд выиграли, там где Биентед четко там разобрался на выходе с ковров. Ну да, вот Таилу есть моменты, где там один может разорвать всех. Флешечка вышла, вышел на размин, дал минус, второго забрал, все. Да, чувствуется, чувствуется эта неуверенность, очень аккуратно, точнее, очень аккуратно, чересчур аккуратно идет эта защита, минимум агрессии, хотя наоборот, здесь нужно, нужно поджимать и постоянно держать атаку в прессе, в каком-то давлении. Вот такая агрессивная попытка выйти, не дается, за голову залетает, минус атакер, тут куча флешек, ну давали, надо добивать, да, забирать пушку и тушить яму с подобранной, да он и так справляется, этот 7, все-все-все, дружище, бомба здесь, не спеши. Там один Фриман остался. Да, это 3 в 1, не надо сейчас, ты отвалился, потом твой тиммейт отвалился, он с тренера ты убьешь. Ох, вот это было только что не кстати, падает Оливия. В спину, в спину уже обходят, поэтому тут по идее. Тут хп нет на самом деле, да, тут должны добирать уже. Еще и флешка работает шикарно, ну все, умирает. Фриман. Все, замечательно, вот теперь камбэкнули не слабо, альфа, вот теперь видно, что парни способны показать. Тайлу наказаны были, вот решили против Эка, против пистолетов как-то сыграть быстро, а тут оказалось, что... По сути, быстрый первый раунд от Тайлу, и сразу прилетает тебе за быстрый раунд. Ну да, так как-то вот с ямы на ноге, ну просто попали под СЗ-шечки, под пистолеты, под гранаты, и отдали свой второй раунд где-то экономику, и теперь уже сами вынуждены тащить. Две СГ-шки, калаш, дигл, СЗ-шечка с минимальным набором гранат. Оливия, кстати, съел флеш, но уходит обратно в коннектор, его закрывают дымом, там проходит шорт. Как, не было фрага! Как рядом это было, да, падает Оливия. Да ладно, еще и Оливия упал, и Зиг его не спасает, но Сэвен. Ну хоть самор разменяли, сейчас реально нападают на соперника, падает Бентед, настаётся двойка, Фримен и Сомбади. Так, ну вот они сейчас попытаются в джангл зайти, там нужно второй девайс, они знают, что там есть пушка, но это как раз и может быть ошибкой. За бомбой, да, возвращается сейчас Фримен, Б-плэнд отдают полностью сейчас Альф Рэд. Нам вернуться нужно Фоксу. Через яму будет? Ну у вас поджатые ковры на точке А, либо либо не поджатые, под коврами. Ну тут сложно сказать, так не определишь. Так сложно определить. Наверное, как унизу он. Видно, что он здесь, на точке. Ну что, кухня там Б просматривается, если что, большинством выйдут на ретейк. Жаль, что Тайлу, конечно, бомбу на Б всё-таки не решили заносить. Ну вот сидит пот. Ну и будто ждут здесь самбади. Прям всё проверять, каждую позицию. Так, а вот теперь только сюда смотреть, только сюда. Только сюда, да. Что за тайминг? Как он? Он всё время смотрел, развернулся и сразу минус. Да, да, это так и происходит. Ну что, бомба выбита, 20 секунд, надо подобрать бомбу и вернуться поставить. Ноль через джангл, это Фокс, один на один. Так, ты его не увидел, самбади, да, не увидел. Два раза. Проверять ещё раз и оставляет тебе ещё небольшой взорчик по таймингу, оставляет бомбу. А что Фокс ждал, так бы уже, надо было рисковать. Уже заползал бы в плент на шифтах. Но тут только как-то угадать сейчас с гранаткой, тем более они есть. Ну, вроде бы он понимает, но смока нету, вот тут неудобно. Про не фейкуют? Да, уже. Нет, они фейкуют. Можно сказать, это был такой, долгий фейк. Долгий фейк, ну, 35 хп, ну, нервно, 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 они всё равно спокойные. Смотрите, тайцы вообще, спокойные тайцы. Они не знают, каково это нервничать. Это финны или тайцы вообще играют? Что происходит? Они не любят нервничать. Вообще, суперважный клатч, только что вытащил тиммейт, вообще никто там глазом не моргнул. Да, ну, было близко, причём для двух сторон. 5-3. 5-3, деглы, да, поехали. Ну, и денег ты не заработаешь после таких раундов, когда тебе там выбивают почти все девайсы, и опять же, под ноль эта закупка. Ну, вот он шанс сейчас. Серьёзно. Вернуться в игру? Ну, нет, вернуть деньги хотя бы себе, да, вернуться-то по счёту можно, уже 5-4, но если Биэнтед сейчас не навешивает хедшота, всё, вновь яма под одну флешку, выход, но нету ближних позиций у защиты, поэтому тут без фрагов пока что для атаки. В целом выходит хорошо. Первого забирает. Правда, ДСКП остаётся. Закрывает смоком выход. Ковровки, НТЗ. Легко. Ой-ой-ой-ой, там Биэнтед это забирают, ну и всё, рассыпаются, уже выходят саммер под всех. Без потерь, очень хорошо, плюс деньги, смотрим, да, там по 5, 3 600, 4 тысячи, тренер качается, всё спокойно. Ничего не меняется. Защита идёт, когда нужно всё, этот парень возьмёт паузу. Когда нужна пауза, всё, поехали, сейчас наше время. Сейчас нашифруем. Он просто понимает, что пока ещё паниковать рано, одну карту отжали, да, может быть он просто понимает, что у них атака просто хороша на трейне, и если что, и на третьей карте всё будет хорошо. Тут пока по трейну не нужно ничего думать, можно здесь всё завершить. Да, уже всё близко, берёшь этот раунд, уже 5-5, выход на шестой, и вновь, ох ты, и быстро, как занимают вновь шорт, Оливия вновь не успевает, он... Севна выбивают быстро. Да, тут каждый раз какие-то проблемы возникают у ребят. Фокс. Ну и вот сейчас главное не проиграть здесь против Фокса. Примен хорош. Ну вот Фокс. Видимо, зря. Уже пытался выйти так поздно. Открылся в прицел и умер в секунду. Тут ещё и спина, ну всё, рассыпается. Да всё, они вот за счёт этого быстрого зига, и то, что проспали центр, у них просто отдали весь раунд. У них, видишь, всё далеко не идеально здесь. У тебя получится падать опорник в центре, и всё. И как бы игра ломается. Ну, сыграть, допустим, следующую оружейку с каким-то поджимом на центр, ну это, по-моему, очень даже ожидаемо. То, что, по идее, сейчас защита должна как-то перестроить свою игру и подумать о том, как вот всё-таки законтрить этот центр карты. Идти там на агрессивный, суперподжим далеко, ну не знаю, вот умеет ли это делать альфа-ред. Ну, возможно, фокусу как-то можно там активнее действовать в центре, чтобы вот так вот не заходили внезапно под окно. Я не знаю, возможно, какая-то подпоцадочка зига, игрок в окне, игрок в коннекторе, вот что-нибудь такое вот нужно разыграть сейчас в центре карты. Ну, да, первый тайминг, возможно, бэк-овры рискнуть, чтобы игрок ушёл на подсадку, вообще их не смотрел. Хотя бы ещё девайсик выбери для себя. Загачка плюс, друзья, ну и 6-4. Тайлу пока выигрывают. Не самая уверенная, конечно, пока всё у нас тут идёт у команды, которая вроде бы является фаворитом этого матча, но есть момент, за который цепляются. И цепляются по-прежнему неплохо. Тайлу, но, как показывает практика, есть чем ответить у альфа-ред. Вот очень важно, сейчас посмотрите, как они будут обороняться. Есть АВП. По идее, сейчас должны уже не пропустить. Сколько раз ошибались. И, наконец-то, получая сделать первый. Второй, фрималка постаётся. Настаётся строил команду Тайлу. Всё-таки пошли рубиться. Вот не знаю, был бы я Тайлу, я бы вот этого ожидал бы сейчас. Вот я вообще вышел бы на Атом из Сиамы, как они делали это в предыдущих рамках. Ну, они, видишь, всё время выигрывали до этого и думали, что эта победа, она продолжится вечно. Ну, да, но слишком ожидаемо сыгралась сейчас команда Альфа-ред. Хорошо залетает по следу. О, ещё один падает. 2-2 ситуация. И как-то Самур начинает раздавать направо-налево, но открывается, к сожалению. Всё-таки, да, бомбу выбили. Это самое главное. Хотя здесь... Ну, куда вы? С БНТ-то... С ним же так нельзя играть. Ну, бомба-то там вообще. Кто-то не уполз отсюда, дружище. И Фокс с АВП. 24 хп против БНТ только которого СГшечка и он ждёт. Он просто ждёт инфу хоть какую-нибудь. Он думает. Мы ему сказали, что вот он был в Зиге там. Смачок есть. АВИК. Есть флешка. Прям вот уверенно, уверенно выходит постоянно. Смотри на Фокса. Это вообще бедно. Достал Юсфу и уже перепуганный приседничий идёт. Максимально осторожно действует. Они, может, вообще бомбу не видели всё это время? Да вряд ли. Ну, там же была половина команды. Смотрите, сейчас умрёт в такой позиции. Кошмар. Просто кошмар. Ещё и попал. 24 хп оставил БНТ-то, но... Так, ситуация один в один не играется. Ты же красный, лазишь с пистолетом. У тебя АВИК. Он тебя должен бояться. Да вы почти выиграли раунд. У вас всё было хорошо. Вы закрыли. 4 в 2, да. Вы закрыли центр. Всё, там все упали. Остался БАДИ и БНТ. Да, парни, да. Так вот, если играть вы будете дальше, то на трейн можно и не перейти. Экономически 8 раунд для команды Тайлу. И вот, опять же, вопрос, смогут ли набрать 6-7 раундов в итоге вообще здесь в защите ребята из Альфа-Ред. Либо Тайлу всё-таки сломит сейчас окончательно соперников. Но это уже по следующему раунду. Смотрим. Пока что подвал. Нет, БНТ принимает одного и второго под флешку. Все заканчиваются. Очень быстрая победа. 8-4. В общем, Мираж, как и предполагалось, всё-таки должны тачить именно эти парни. Уже как минимум два раунда, которые вытащили Тайлу. Это вот БНТ с ковров и вот этот 4-2 раунда. Но этот финальный тоже БНТ тачит на всю команду. Если были какие-то вопросы по поводу статистики, где-то там не терял он, то в таких моментах, где решает именно он, он наказывает, не то что решает. Так, друзья, тактическая пауза Альфа-Ре. Да, ребят, надо вот сейчас тренер должен вам что-то подсказать, что-то заметить. Вы правильные вещи делаете. Не доигрывают. Не доигрывают до конца. Они выиграют ситуацию, дают минусы. Они в большинстве остаются и не могут до конца, до какого-то логического конца довести любую ситуацию. Счет был бы совершенно иной сейчас, если бы вот те вот раунды, где они, по сути, уже выиграли, они бы их не отдавали. Ну, а здесь хороший закуп у Тайлу. Альфа-Ред, к сожалению, по гранатам все не так классно, еще и Фамас. Так, но с другой стороны Альфа-Ред сегодня уже играли трейн. Ну, и Тайлу играли эту карту. Ты видишь, что ты имеешь в виду, что как-то это может. Тайлу играли мираж. Я имею в виду, что вот, ну, правда, мы не видели этих большого количества атак. Ну, да. Ну, Тайлу играли мираж, и те играют лучшим. То есть Альфа должны сыграть будут еще лучше трейн, если мы перейдем к следующей карте. Так, вот сам Бадди. Ох, не получается здесь как-то переймить Севна. Не навелся чуток. Ну, что же, пять-четыре. Два игрока возле стула. Бомба пока что, да, ее нужно еще забрать. Вот, там не готова атака. Вот, забирается бомба сейчас атакером. Но это вновь выход на аплент, вновь коннектор. Ну, и вновь максимум, что могут сделать здесь ребята, это поджать яму и вот с длупана смотреть ковры. Ну, так вот. Вот, возможно, что-то получится вновь. До этого тоже такие моменты выглядят не очень хорошо для защиты. Ну, вот вроде перетянулся Оливия, сразу же получил. Ну, все, Оливия погибает, походу, с коннектора. Хорошо, у меня первый. Но второй не дает. Мало хп остается. Фримен. Замечательная голова. Оливия сам вполз в смок, что-то боком на соперника. Ну, в общем-то, там еще и 7 без хп остается. Печалька, но 3 в 3. 7, ну, может быть, сейчас против Фримена все-таки здесь какая-то связка сработает. Да, 7 уже пострадал, а тут связка сработала. Есть информация и у тех, и у других. Ну, давайте посмотрим. 2 на 2, 20 секунд до конца раунда. Если гранат, вообще никаких нету защиты, но есть точность стрельба от Факса и понимание, где же находится последний. Бэнкет поспешил от ситуации. Увидел. Саммер. Поджимает, конечно, вот тут очень плотно. Ах, не пошел. Не пошел. Зажимчик. Тут сам Майрлс. Павелся, да. Даже второго не понадобилось, хотя выходили так, удобненько, чтобы первому и второму по очереди два хэдшотика повесить. Но не первый, не второй не нужно было здесь давать, потому что все не пошло по зажимчику. Ну и смотри, после пауз понемногу тут пытаются как-то камбетчить. Что первое, что в этой ситуации. Ну, знаешь, так, ладно, очередная техническая пауза. Один-то взяли, но денег там, конечно, вообще хватает до конца и в защите по-прежнему будут проблемы по закупке. Вот они так с трудом сейчас дотянут. Ну, позабирать эти раунды и вот ситуация еще будет, знаешь, актуальна в том плане, что ты можешь забрать в принципе 2-0 всю встречу. Но ошибок очень много все равно. Для этого теперь уже не ошибки, понимаешь, тут и команда немножечко недоигрывает, но еще и сейчас с баем будут проблемы некоторые у соперника будут перевесом по оружию, по гранатам. Небольшой, минимальный. Ну и, видимо, вновь там опять же вот вся ситуация стала вот в экономику и вопрос про АВП, вот насколько часто он может появляться. Вопрос только как раз АВП сработал еще актуален. Ну, он там более-менее работал, знаешь, до второго даже не дошло, чтобы парень в зиге был с авиком и мог там поспокойнее хелповать, там поагрессивнее, например, действовать, либо просто бэк-аврыс стоял бы АВП, а второй бы больше времени занимался бы центром карты. Но в итоге опять же до таких денег и не дожила команда, ну и теперь уже нужно будет тащить за атаку здесь. 8-5. Ну и хотелось бы, да, 8-7 это играть. Ну, в принципе, МПшка Оливия это единственная проблема, человек, который смотрит центр карты и вот что он будет делать. Смок, чек. Может через смачок выйти, но уже поздно. Да нет, там Фокса на лифты уже приехал. Ну и дефолтный раунд Тайлоу, 1-3-1. Тут все как всегда. Эти парни знают как вот так вот понемножечку поджимать постоянно. Ну и что, выдают попытки от Саммера выйти. Правда, к Саммеру наоборот выходят, но он падает. 7 просто дикий какой-то. Он их перестреливает в таких вообще невероятных ситуациях. Он всегда выходит в прицел, выходит через смок и убивает. Да-да-да, просто бешеный, бешеный, стабильный воин. Из Альфа-Ред. Ну что же, 5-4 это хорошее начало. Тут можно немножечко теперь поспокойнее себя чувствовать. какую-то перетяжечку интересную, какой-то поджим, но опять же мы видим по карте, что нет, тут укрепление просто Б-плэнта, идет в атаку сам Бадди и вот сейчас будет контакт. Да, уже увидели. Ну как-то второй раз он решил уже сильно активно пикать. Возможно, стоило закрыться, выйти обратно, но это печально теперь очень. Тайлу и попытка выйти под Б. Ну и выход на Б таким страшным не выглядит. Здесь уже третий игрок сейчас вернулся, правда он перетягивается и пойдет в окно, но может просто оказаться в нужное время в нужном месте, как говорится, вот недалеко от кухни. Да, он смотрит. Я уже жду. Все, 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 он здесь. Очень сложно выйти, Оливия открывается, так как-нибудь получается продолжать и добивает. Хорошо, бомбу выбили. БНТ остается один. Оливия падает. Почему нижний пик а это верхний уходит? Ну почему верхний не пик? Ну что за... Вот куча мелких ошибочек, вот просто вот таких вот нюансов. В сумме дает мощный результат. Что делает БНТ? Он еще его забирает. Минус фокус, но бомба внизу. Да все же, время закончилось. Ну просто вот к чему эти потери экономики? У вас же денег нет. Хотел формануть еще раз МПшки. Так, ну двое дропнут. Уже попроще. Один что-то докупит. Все, все. Не так страшно, конечно же. Девайсы появляются, но каждый раунд у тебя деньги заканчиваются, проигрываешь тоже без ничего. Просто альфа-рэд должны понять, что они стреляют лучше. На самом-то деле, да, ребята, вы стреляете лучше, чем тайлуп. Им просто вот надо выходить на контакт в защите раньше, раньше выходить на перестрелки. Они сразу будут там где-то себе большинство отжимать. И дожимать до конца сразу, когда дают шансы. Сейчас, давайте посмотрим, ребят, бомба была сейчас на РСП, она возвращается. Три игрока установилась под точкой Б. Мы видим один пистолет, МАК-10, две СГшки и Калаш. И прожим центра от Альфа-Ред. Номер 6, Оливия. Он сейчас... А бомба-то в РСПе вообще? Да, бомба в РСПе, он сейчас все видит. И там пойдет, он должен возвращаться сейчас. Да, он может и с телевизора им в спину зайти и сейчас потушить. Он так и делает, да, ты посмотри. Да, да, да. Это фейк, это вообще какой-то... Что это? Нет, двое вернулись. В туннель ушли и под коннектор выход. В итоге он сейчас все время потеряет. Максимум какую информацию даст ребятам, это перетягиваемся все на А. Нормально тут, смотри, Севен вышел, забрал одного. Сейчас в подвал, в подвал смотрим. Там контакт на базе сейчас будет. Да, атакер. Минус бомба. Все, минус бомба, плюс инфа, и можно идти закрывать и этот раунд Альфа-Ред. А чего ж ты, Оливия, с ножом? Ну ты ж тут на поджиме был. Да, сейчас тебе придут со всех сторон. Он умрет в ухо, наверное, даже никого не разменяет. Хотя, с этой позиции ему да спину прикрывает уже игрок в центре, поэтому тут хотя бы одного бы. Не получилось. Пл-хп только снял. Ну тут есть еще один небольшой сюрприз. Хорошо закрывает и почти всех тут почти удает Севену. И успеет. Давай, хорош, хорош. Ну нормальный счет. 8-7. Пау, пау, 8-7. Слушай, этот Севен вообще хорош. Он просто хорош. Он за всю команду отыгрывает в большинстве случаев. Друзья, у нас небольшая сейчас пауза. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... И вот тут берешь пистолеточку, потом еще раунд, у тебя уже 10 за спиной, и в принципе Тайлу могут выйти, ну, возможно, такой не совсем очевидный, но победе. А Альфа-Ред, если же сейчас продолжат камбэчить, если продолжат так вот стрелять, как они умеют. Ну, знаешь, тут одних пистолетов мало, Тайлу, да, это будет хороший реально буст, там вторая пистолетка, реально куча лишних раундов, но Альфа-Ред непростая команда. Если сейчас у парней пойдет атака, и они поймут все-таки, где же там самая слабая такая позиция в Тайлу, и в общем-то, если смогут контролировать матч, хорошо комбинировать тактики. Ну, в принципе, посмотрим, посмотрим, да, могла быть лучше первая половина, они все это понимают, что они где-то отдали несколько раундов Тайлу, но что поделать, теперь уже нужно за атаку тащить. Два набора гранат, выход на бейт, здесь один, принимающий самбади, кричит, помогите, меня убивают. Ну, пока получается уйти у самбади. Да, кухня пришла в помощь, кстати, ну что. Хорош, спаси здесь самбади, не смогли его допушить. Ну что же, будет серьезный ретейк, друзья, у нас 5 в 5, посмотрите, двое через окно, попытаются сейчас пропрыгать, ребята, даже там подсадились, прыгать нечего. Плэн поставили, так, ну и тут, смотри, попытка вот так вот, так не сильно в кухню выйти. Подсадились, заползли. Севен, ну, это, конечно, было зря, мне кажется, потому что теряют просто всех игроков здесь. Сумасшедшая атака была только что в исполнении команды Альфа Рэд. Ну, вроде бы и логично, знаешь, они вроде бы понимали, что там сейчас перетяжка, половину может разрезать, но все, Оливия, давай, давай, давай. Ну, сложновато, сложновато, там все-таки вся команда, но плэн поставили, какие-то деньги получили, не так все плохо. Ну, конечно же, вот Тайлу хороши на пистолетках в любом случае, ну и плюс раунд для команды. Так можно и доиграться в суперагрессию. Бомба была. Бомба была, да. Деньги есть. Сейчас фарсить будут. Нет. Диглы. Удивительно вообще. Ну, в принципе, я бы, возможно, бы, много команд бы вот сейчас против Тайлу, которые не очень в форме бы, взяли бы пару калашиков бы и пошли бы вновь на Б. А возможно ли на диглах сейчас вытащат? Ну, видимо, парни решили, ну ничего страшного, пусть берут свой десятый, либо, да, у нас диглы зайдут. Первый не заходит. Не верю я в эти диглы. Сложновато, конечно же. Причем такой фокс в соло вышел, еще тиммейты никуда не дошли. Ковбой вышел. Да, пойду-ка я сжахну сейчас, вообще выйду на середину просто там этого навесика, парапетика. Оп, самбади первого нашел, второго. Ну и рассыпаются, рассыпаются здесь альфа-рейт. Не получилось ничего здесь сделать с диглов. Да, тут 4-а плент, поджимающий с Б, вообще просто без шансов. Ну что же, 10-7, три раунда преимущества у команды Тайлу. Ну и вот теперь стоит показать все свое мастерство на Мираже Альфа-Ред. Потому что шансов будет не так много. Да, ладно, еще один можно отдать, там играть еще один экономический, там счет 12-70 с этого счета тащить. Но все равно ситуация, как бы след давать еще раунд. Все ближе и ближе к трейну будешь. Да, ну посмотрим, опять же, насколько быстро они найдут свою атаку сейчас. Но они пока не понимают, что делают Тайлу. Они действуют так же, как и предыдущие ребята из FFA. Входим к Самбаде и БНТ, то у них там беда. Пока безуспешно канты залетают здесь, да. Не позволили так быстро проатаковать Альфа-Ред. Ну и Фокс. При поддержке тиммейта пошел выход. Таймер. Но БНТ все-таки забрал Фокса здесь вдвоем. Да, здесь просто мы, кстати, видели только что перетяжку. Самбаде не сжимает, хорошо, Молик залетает здесь, падает. Первый игрок, ну и все пришли, но и пришли тут все с двух сторон. Ну посмотрим, да, там еще, возможно, заберут игрока на Форесте. Справится с кухней. 2 в 3 перевернут эту ситуацию. Ну как же жмет неудачно первый раз Севен. Там плохие позиции были, Форест не было кому закрывать. И остается КНТЗ последний погибает. Ну и еще один раунд в копилку команды Тайлу. Тут проспал немного в этом эпизоде. Тащится, тащится каточка. Тайлу понимает, что еще трейн, все нормально, мы в защитке. Ну трейн, в принципе, абсолютно равная. Возможно, будет карта 50 на 50. А возможно, тут будет пролет для кого-то. Пока не видели, как там выступают. Тайлу. В Альфа-Ред хотя бы тут мы примерно понимаем, что получается, что нет. Ну вот Тайлу должны будут нас удивлять. Самбор. Пытается продолжать так вот через яму агрессивно выходить. Самбор один находит Фокса. На Б пошел Фокс, нарвался на АВИК. Пока все просто для Тайлу. Вот-вот команда заберет 12-й раунд в защите. Ну а вот дальше уже станет намного интереснее. Серия проигранных раундов подряд от Альфа-Ред. Да, деньги будут, но пока идеи не самые лучшие. Здесь Самбор на ключе Оливью. Есть разменчик, падает Самбор. Убивать девайс еще здесь, правда, закрывают. Тут же бомбу увидели. Ну и все, яма не вышла. Эти деглы настолько бесполезные вообще. Вот второй раз они закупаются, они вообще ничего не делают. Ну, одного хотя бы убили. Ну, ладно, хорошо. За два раунда деглот убили одного. Какая-нибудь ТЗ, давай. Покажешь, что это деглой, не деглой, ладно. Ну, один килл, два раунда. Пока безуспешно. Вот такое, да, один килл, 7 тысяч. Ну, ладно, не лучший вариант. Не лучший вариант. Лучше бы зафорсили с калашами во втором, я думаю, либо сыграли полноэкономически. От этого было бы больше толку у Альфа-Ред Тайлу. Ну, а что говорить про Тайлу? Мы от них ожидаем гораздо более сильной игры, гораздо более сильного Counter-Strike. Все-таки ребята должны показывать уровень одной из лучших команд Азии. Ну, вот пытаются сейчас. Пока все намного лучше. Потому что предыдущая карта и все раунды, которые были в начале, были такие себе не очень уверенные. А вот и Севен, да. Вот тот, кто должен включаться первый, это Севен. Жестко поработал там в смоках перед ямой, нашел одного из двух поджимающих. Кстати, вот сейчас очень действительно неплохой раунд может нарисоваться у команды Альфа-Ред. Довольно быстро они занимают коннектор. Получили гранату не слишком сильно. Она раздамажила 87-76 хп у игроков Альфа-Ред. Ну и вот ситуация с Адлентом. Тут уже тройка игроков на... Вроде бы как-то готовы к этому Саммер. Там вроде бы какая-то отмена произошла. Бомба остановилась. Так, ребята вдвое там хотят вообще занять ЗИК. Нет, передумали. Ну тут еще и Молик есть. Хорошо. Выгоняет Альфа-Ред. Ну и все. Как бы атака здесь уже захлебнулась. Не получается тут выйти. Нужно под БУ ходить. Ну они, по-моему, понимают, что сейчас... Ну они увидели АВИК. Но они... Знают ли они, что здесь есть второй вот. По этому поводу вряд ли была информация. Ну тут пока отвлекался сейчас сам Бадди. Возможно уже в этот момент у него пойдет выход. Нет. Там пока бомба. Бомба очень долго идет. Центр не проявляет себя. Фокс ждет. Ну и на БУ уже пришла халпа. Сюда подтянулся БНТ. И у БНТ есть гранатки. Так что БНТ по идее тут закрывает этот выход. И вновь у Альфы останется мало тайвинга. Ну сейчас посмотрим. Пойдут смоки, упадут гранаты. Ой, Молик упал. Да, это... Смарков нет, времени нет. Что, сейвим пять девайсов или что? Делаем все. Пошли, вырываются дальше, посмотри. Паническая атака. Хорошо. Не попадает сам Бадди. Здесь, конечно, жестко. БНТ. Размен Зига. Хорошо. 2-4 ситуация должны выигрывать. А тут сейв уже все. Тут уже выигран раунд. Молодцы. Молодцы. Смогли вот до конца сломать тайлу. Я, знаешь, я рассчитывал на то, что сам Бадди все-таки одного хотя бы зацепит с ВП. Ну а там дальше, учитывая спешку и последние секунды для Альфа-Ред, думал, что могут еще здесь и рассыпаться даже от двух игроков. Но шикарно по стрельбе. Уверенный раунд. Первый пропустил, там выпрямил с окна и все. Дальше было без шансов принимать в упор. Ну пока, конечно, зажимать. Ну даже если была возможность, парни бы, наверное, не пошли. У самих денег мало. Сейчас нет смысла терять девайсы. Ну а вот уже со следующих, если будут такие возможности и шансы, то нужно дожимать. Там еще шикарный день. Вот 7 дожимает. Он продолжает искать какие-то киллы. Вот так вот. Проверил. Здесь никого не было, да. Так, 9.750 в итоге у Фримена. 8.700 у Атакера. Ну, в общем-то, остальные как-то вроде бы купят себе эти самые девайсы. Ну и коэффициенты на наших экранах, RG-Bet, все-таки вот верят они в тайлу. Ну, очень сильно в этом матчапе на... 1.39 на тайлу. 2.84 на альфа-ре даже вырос чуть-чуть вроде бы коэффициент. Да, да. На тайлу тут. Тайлу еще больше поверили после этих раундов. Ну, они тут и близки, на самом деле, к тому, чтобы вот забирать там один раунд. И после этого уже не так и далеко. Возможно, это Саммер. Хорошо, он охотит первого. Ну, хорошо перевелся в смок. Вот здесь ошибка от игрока атаки. Ну и теперь уже в меньшинстве нужно будет попытаться протащить раунд. Это, конечно, задача намного сложнее. По-прежнему 2 АВП в защите. Докупились, конечно, мощный тайлу. Ну, Саммер ходит обратно под А. Укрепляет позицию. Фриман атакер здесь на точке А. И вот Саммер, да, это второй АВК. Первый АВК на точке А. Вернулся на позицию. Ну что же, посмотрим, эти дальние позиции команды сработают или нет. Для игроков тайлу найдет ли АВК там сейчас какой-то просвет. А, тут и нет смока. Все отбросили, да. Там смока Адаму не хватало, к сожалению. Ну и Саммер под яму пытается выйти принимать. Понимаю, что в канатике никого нет. И все, атака не удалась. Теперь без гранат. Флешкой 2 Молотова. Ну, тут теперь ты на прицел АВП выпадаешь. Много ты не сыграешь с этим набором. Что парни там передумали, там что-то вернулись назад. Прочекали же спаун. Вернулся и второй на ковры. Хорошо, сейчас 2 ковры выйдут. Ну, вот, возможно, второй на коврах как раз и зарешает. Первый-то отлетает. Первый-то фаршик, к сожалению, в этой ситуации. Либо успеет. Пошла попытка выйти. Хорошо, здесь отрабатывает Саммер. Ну, игрок с коврог, кстати, успел выйти. Гранатка неплохая под Саммера. Есть размен атакера на Севну. Падает БНТ. Там очень мало хп. 25 и 5. Ситуация 2 в 3. Как будто нет шансов вообще здесь у Альфы. Ну, посмотрим. Бьется, бьется. Кентези. До последнего отыгрывает. Времени очень мало. Ему не дадут поставить. Ему не дадут даже поставить. Надо пушку заставать, но поздно. Не давали такой возможности. Попытались. Но успехом никаким это все не увенчалось. Ну, что ж, доволен БНТ. Команда, да, выдержала эту атаку соперникам. Понятно, что доволен. Первая карта как-то была не очень хороша в исполнении этой команды. Экономика не рассыпалась. Тут что-то заметил тренер сейчас, либо игрок Альфа-Ред. Ребята решили обсудить. Все-таки взять паузу. Осталось пару раундов. Если ничего не придумывают эти пару раундов по-прежнему Альфа-Ред, все перейдет на трейн. А вот там на трейне непонятно, как будут играть Тайлу. Они могут вообще там супер сыграть и не оставить никакого шанса. Сейчас Альфа-Ред очень важно выиграть. Но с чем ты там выиграешь? Там по деньгам все не очень. Серия раундов, да, хорошая. Деньги там должны быть. Нет, там 4 калаша. 4 калаша есть в МАК-10. МАК-10. Ну, хорошо. Есть гранаты? Есть гранаты, это хорошо. И вновь это будет точка. Но здесь уже изменения наконец-то сделали Тайлу. Они тоже, ну, решили, что все-таки там ребята обсуждают. Паузу берут. Давайте мы тоже хотя бы позиции поменяем на точке. И в итоге фаербокс, сэндвич. Игрок, ну, такой X-Ray получается. Ковры, сэндвич. Ну, вот вопрос. Сюда бы Моликов. Атакера, да, пока не находят. Никто не прочекивают эту позицию пока. Ну, правда. Саммер падает. Минус Фримен. Атакер выходит. Минус 1. Минус 2. Нет, не получается дожать здесь. И вдвоем остаются БНТ. Это сам Бади. 2 в 2. Ну, опять же, по хп преимуществе Тайлу. Закрыт спаун. Да, изи вообще. Просто изи для БНТ. Это только бомб Хазбин Плэнтед прозвучал. Он просто идет и берет раунд. Мэрл сможет получиться как-то кого-то выловить. И там 1-1 можно попытаться. Но открывается. Открывается под АВП. Я так и не понял, что он там перемудрил. Я думал, он так пиксель на всякий случай этот просвет прочекает. Не ждет ли там его игрок. И сразу там выйдет на игрока правого. Может была инфрация 2 в КТ. Может быть. Может быть. Простенько. Простенько. Альфа-Ред. 14-8. Деньги есть. Бомба была. Установленность. Ну, что же. Поехали. Поехали. Да. Так. А что будет у нас закупать? Все. 4 калаша. Окей. Два раунда и Тайлу забирают Мираж себе. На самом-то деле тайцы могут спасти эту встречу. Но вот прямо с этого момента уже понятно. Нужно показать серию раундов. Выйти на какой-нибудь счет 14-12. Ну, я увидел. Ну, в принципе, там, возможно, и потащится каточка. Ну, очень много каточек придется выигрывать. Ну, раундов да сейчас. Пока счет не позволяет о таком думать. Ну, и не было таких хороших мувов от Альфа-Реда. Да, были с Думким. Там их пресекали. БНД оставался один и раздавал. Ну, это у них единственный раунд с эндрикелом. Они его и выиграли как раз. Когда Севен пошел в яму. Ну, да. Когда он там в смоке смог сделать минус. Проспреил соперника. И, в общем-то, да. Многое завязано на Севене. Если он не находит первый килл, то в дальнейшем команды есть серьезные проблемы и вопросы, что делать дальше. Так, ну, тут Самар уже ждет. Коннектор, в общем-то, не так просто будет выйти. О, всех увидел. Еще и бомбу выбили. Вот теперь проблемки. Как действовать? Еще и зажимаем. Здесь Самар уходит дальше. Не получается еще и прыгнуть. Что за провалы? Тут уже все. Сами наисполняли. Они еще в первой половине просто настолько задезморалились, мне кажется, что просто у них вот... Ну, возможно. Все сыпется и не получается на карте Мираж. Ну, и Трейн. Ждем. Трейн, похоже, что. 15-8. Это будет реально логичное завершение этого 3 матча. Вот абсолютно так уверенно друг друга ребята разорвали на своих пиках. Ну, Тайлу нужно еще один раунд выиграть, чтобы это произошло. Но я думаю, тут все-таки легко они должны справиться. Ну, по идее, уже проблем не может у тебя быть. Да, ну и Трейн, друзья, в атаке начнут Альфа-Ред на Трейне, поэтому будет интересно посмотреть, что у них там еще сготовлено на этой карте. Ну, и, в общем-то, как они смогут сыграть очередной Трейн, но теперь уже стартанув за атаку. И небольшая пауза. Последняя пауза от Альфа-Ред. Ну что, парни, либо лютый камбэк, либо действительно переходим к Трейну. А вот там уже, возможно, Тайлу, подсмотрев какие-то идеи вашего розыгрыша, будет намного проще играть. Здесь же, пока хоть и играли до этого Тайлу Мираж, какой-то жесткой идеи, что против Тайлу делать, не было от Альфа-Ред. Они пытались выигрывать свои идеи, какие-то там свои тактики, выход с центром. Он иногда получался, но все равно. Как-то постабильнее выглядит здесь Тайлу. Так, Леш, тут всякие сообщения интересные поступают. Не знаю, надо ли нам это, в какой момент. Думаю, надо. Говорят, GGB проводит конкурс. Major like battle. Снимите фанатское видео про любимую Counter-Strike Go команду и получи возможность попасть на берлинский мажор, пройди за кулисы и пообщайся с твоим финалистом-фаворитом. Вот это да. То есть можно будет с БНТ там пообщаться. Подробности на majorlikebattle.com. Друзья, ну что же. Фанатское видео. Ребята, записываем видео. Если проходят Тайлу на мажор, можно будет пообщаться с любым игроком. А как оно должно выглядеть, фанатское видео? Это видео игры или как я бегаю за ними и пытаюсь их снять. Да, да. То есть вот ты фанат, ты должен снять видео. Хорошо. Любое. Снимаете видео, друзья, и выигрываете очень классную поездку, как я понимаю. Ну да. Это явно круто, поехать вот так вот, ребята. Поэтому стоит поснимать. Ну а у нас, ну что же, под флешечку наконец-то тут начинают гонять самбади. Выход на Абэ, БНТ в хилпе. Остальные все очень далеко. Еще одну флешку ловит самбади. БНТ разменяли. Ну и вопрос снайпер. Сколько фрагов сможет дать сейчас на… Снова тайминг. А для чего он нож достал? Может вообще с перепугу? Возможно. Ну тут тоже парень с смока выскочил в дверь и принял очень успешно. Но план стоит, время идет. Идея хороша, исполнение ужасное. Атакер. Находит. Все. Ну что в большинстве? Ну уравнится в ту же секунду. В ту же секунду уравняли. Так, Абэ пришел из кухни. Саймер выходит. Ну что ж, 2 в 1 тайлу должны забирать и заканчивать этот матч. Последний матч. Последний матч. Последний матч. Поджимать за сторон. Не получается. Но все-таки Саммер делает минус, друзья. И это похоже, что победа тайлу на второй карте. Тайлу не помогали в этом последнем раунде. Все-таки и этот не забрали никак. Да. Игроки. Альфа-Ред точнее. Ну что? Нормально, нормально. Тут и так и должно было быть. Третья карта. И кто его знает. Может быть там будут овертаймы. Какие-то жесткие раунды. Мне кажется, что вот такого разгрома больше не будет. Ни от тех, ни от других. Хотя вот тут видно, насколько осознали свои предыдущие ошибки тайлу. Ну да, по сравнению с прошлым розыгрышем этой карты вопрос, как продолжат играть. Вот это единственное, что смущает. Да, вот тайлу неплохо разыгрались. И если опять же пистолеткой и стартом хороший пойдет на трейнер. Ну нет, если будет хорошее начало, то тайлу не будут играть хуже, это точно. С другой стороны, тайцы нам тоже показывали, что они умеют уже кое-что за атаку и защиту. Поэтому в принципе, мне кажется, будет реально боевой матч. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Все-таки нужно досмотреть, кто здесь затащит, кто заберет себе группу. Будет ли БНТ на лане? Что ты... Ну а что, ну сейчас выиграешь, выходишь дальше. Для них будет очень хорошая новость. То есть они смогут это все пережить. Вот пройти минор, еще там остаться на несколько недель, может быть, и больше на тренировке. Набрать там сумасшедшую форму и уже на мейджоре играть во все силы. Очень сложно пока, конечно, команде. Видно, что на первой, на второй карте и в матчах первым и вторым постоянно есть проблемы. Есть над чем работать, что исправлять. Так, ну что, по статистике у нас здесь... Ну, Саммор, конечно же, не прощает. Ну, хорош, что-то энтрикилы все были. Ну, АДР, конечно, на Кентезе неплохой, но... Опять же, вот видно, что еще не готова эта карта у ребят из Таиланда, что они могут намного лучше, я уверен, на этом мираже, но... Пока трейн. После того, как потренируются. Да, пока у них неплохой трейн, пока у них неплохой домашний оверпасс, мы видели, но... Проблемы в атаке есть, да. С этим нужно будет работать, друзья. А пока небольшая пауза и ждем карту под номером 3.